Привет, с вами Коля Эл и сегодня мы вместе выясним все, ну или почти все об игре Into the Bridge. Если что, это микротактика с прокачкой юнитов и элементами роглайка. Скажем так, усложненные шахматы с мехами и кайзю монстрами, которых тут называют век. Дисклеймер. Ключ мы получили от разработчиков, так что имейте это ввиду. Да и каких разработчиков? От создателей, мать ее, FTL Faster Than Light. Короче, от легендарных инди-чуваков, которых мы с Коллитой обожаем уже почти 5 лет. Сразу после анонса Into the Bridge, а он случился где-то год назад, я занес ее в виш-лист. Обожаю небольшие быстрые тактические игры, которых при желании можно поломать голову. Да и тематика просто изумительная. После просмотра Pacific Rim такую игру очень непросто пропустить. Еще и Сонтер пишет тот же Бен Прунти. Excitement through the roof, как говорится. Скажу прямо, ребята. Все ожидания оправдались. Уже сейчас, после всего нескольких часов, я могу твердо сказать, Into the Bridge личный кандидат в койте категории 2018. Она прекрасна. Серьезно, не могу увидеть в игре ни одного изъяна. Думаю, что это огромное преимущество небольших инди-студий. Если 2 или 3 человека знают, что делают, на выходе получается именно такое. Во-первых, игра не тратит мое время. Во всех смыслах. Тут нет экранов загрузок. Скачать нужно всего 170 мегабайт. Каждую команду ваши юниты выполняют мгновенно. Серьезно, никогда бы не подумал, что в пошаговой стратегии будет так приятно жать на кнопки. Удовольствие почти такое же, как во время игры в шикарную Knights of Pen & Paper на смартфоне. Никаких ненужных консцен, только постоянное напряжение извилин и дофаминовые всплески. От того, как ты ловко скинул в воду сразу двух сраных жуков. Ну или фрустрация от очередного поражения, которое быстро проходит, потому что для начала новой игры нужна всего пара кликов. Получается, как в Цивилизации или XCOM. Не игра тратит ваше время зря, а вы сами с радостью тратите время на нее. Даже если это означает еще один бой, еще одна кампания, а на часах уже 4 утра. Во-вторых, в Into the Bridge действует набор очень простых правил, но при этом в ней легко потеряться. У вас есть три меха. Пример, мили, рейндж и артиллерия. Это зависит от выбранного типа отряда, а они открываются за монетки, полученные в ходе выполнения разнообразных достижений. В каждом сидит пилот, который получает опыты новой перки. На каждой можно навешивать новые способности и оружие. Есть шкала энергии, которая уменьшается после уничтожения гражданских зданий, и их нужно защищать в каждой миссии. Каждое задание предполагает одно-два дополнительных условия, с которыми можно получить бонусы. Каждый акт остров состоит из нескольких заданий и босса, а они случайным образом тасуются из игры в игру. Островов всего 4 плюс финальный. Типов врагов огромное количество, типов мехов и оружия еще больше. Истинько в уме надо держать всевозможные катаклизмы, наводнения или там землетрясения. В общем, почти каждый ход это возможность блеснуть вашим тактическим умом. Ну или красиво прошляпить лучшего пилота. Кстати, одного из выживших в конце кампании пилотов можно взять следующую. Со всем его опытом и способностями. В любом случае, мне кажется, лучше играть на изи. Игра хоть и гораздо проще FTL, а сессия в ней занимает гораздо меньше времени. Но даже на нормал я частенько как дурак загоняю себя в тупик. В-третьих, атмосфера. Как и в 2013 в FTL, музыка здесь идеально дополняет ретро-графику. А сама эта ретро-графика сделана практически безупречно. Ну, надеюсь вы и сами видите, такие спрайты и такой UI на дороге не валяются. А еще восторженные возгласы, которые раздаются из гражданских зданий, это просто муа. Пап, смотри, они нас спасут! Это рифтволкеры! Покажите долбаным шукам! Сразу должный настрой образуется. И да, вы можете удивиться, но игра не предлагает купить новые отряды мехов за реальные деньги. Здесь не нужно ждать постройки апгрейда 24 реальных часа. Лутбоксы тоже не завезли. Никакого вот этого вот современного говна. Есть игра? Играйте в нее, получайте награду в зависимости от степени успеха. Еще я по привычке заглянул в папку с игрой. А там обнаружилась куча файлов со скриптами на языке луа, полностью открытых для модификаций. Карты тоже можно модифицировать. У каждой есть свой файл с описанием тайлов и правил. К чему клоню? Простор для моддинга у Into the Bridge просто колоссальный, а комьюнити у игры уже достаточно большое и будет только больше. Моды по Pacific Rim уже грядут, и это наверняка будет только начало. И это. Subset Games. Пожалуйста, выпустите это все скорее на iOS и Android. Там таких игр очень не хватает. Игр, которые уважают игрока. Игр, которые в первую очередь требуют тактического мышления, а не тупого гринта или покупки ящиков. Игр, которые говорят тебе, «На следующем ходу случится сразу пять катастроф, а у тебя только три действия, чтобы их предотвратить». Вне временных игр, которые останутся с нами навсегда, которые никогда не отключатся с северов, и будут становиться только шире и глубже. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И если не понравилось, ставьте дизлайк. Приходите в комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал, читайте нас в Твиттере. Ну, и если хотите поддержать Game Club and Pub материально, для этого есть Patreon. Ссылка в описании и на экране. Мы будем очень благодарны. А тем, кто нас уже поддерживает, огромное отдельное спасибо. Играйте только в хорошие игры. До встречи.